Девушки отдыхают Провода, усилителя Каких-то маленьких-маленьких деталей Все это имеет значение Все оказывает влияние на конечный продукт Все взаимосвязано Все как в природе оказывает друг на друга влияние И вот эта сложная система весовых взаимодействий Она просто не подвластна По расчету Нужно экспериментировать, нужно искать И в этом плане, конечно, необходимо Обладать максимальной гибкостью в поиске Чтобы найти тот звук, который вы хотите И раньше Возможность обладать Огромным полем для деятельности Для поиска звука Она обходилась музыкантам в тысячи В десятки тысяч долларов Когда Pink Floyd записывали свои знаменитые альбомы Экспериментировали на студии со звучанием Мамочки, сколько стоило все это оборудование Сколько стоили разные компрессоры Сколько стоили разные модели усилителей Сколько стоили огромные консоли звукозаписи Даже страшно представить Обычному человеку, насколько это все обошлось Но, конечно же, одним из самых критических элементов В этом звуке Это гитарный усилитель И даже человек Чуть-чуть знакомый с гитарной темой Наверняка слышит такое считание Как ламповая голова Или ламповый усилитель И, в общем-то, без лишних представлений Все знают, что это круто Что это здорово Ведь ламповая голова Это синоним взрослого Концертного, стадионного звучания Массивного Того, которое вызывает искренние эмоции на лице Но иметь у себя ламповый усилитель дома Может позволить далеко не каждый Потому что, во-первых, ламповый усилитель Эта штука очень тяжелая В силу своих конструктивных особенностей Тяжелые трансформаторы, сами лампы Во-вторых, эта штука Довольно придирчива в использовании И иногда ее ремонт может стоить немалых денег В-третьих, ее нужно уметь контролировать И самая большая сложность в том, что лампа Начинает в силу определенных физических процессов Которые происходят там Раскрывать весь свой потенциал Потенциал по окрашиванию сигнала гитары И придания ему объема, сока, динамики Все это начинает достигаться только при больших значениях громкости При громкости хотя бы больше половины, как правило Но усилок ламповый, раскрученный хотя бы наполовину Это уже такая громкость, которая у неподготовленного слушателя Может выразить звон в ушах И поэтому дома такого монстра объять, к сожалению, не представляется возможным Это только вариант для концертов, либо для студий И вот тут на помощь всем нам приходят цифровые технологии Которые невероятно стремительными темпами Разбиваются на протяжении последних уже 60-70 лет Но нас интересует последний период, лет 20 Когда эти цифровые технологии, вся их мощь Была направлена на то, чтобы эмулировать ощущения Звучание вот этой раскрученной мощной взрывной лампы В маленьком компьютерном процессоре И если поначалу пытались просто взять и изобразить Нечто подобное вот просто из воздуха То уже в последнее время в некоторых усилителях И в частности в усилителе от компании Boss Nextone Артиста, о котором мы сегодня разговариваем Это все уже взято немножко на следующий уровень Там уже практически идет стимуляция физических процессов Которые происходят в лампе, чтобы передать в точности вот это ощущение Таким, какое оно должно быть И мы сейчас находимся на таком критическом моменте Когда вот эти все цифровые технологии Действительно, наконец, становятся способны доставить То самое ламповое ощущение за счет процессора Ведь в отличие от лампового усилителя Тут все принципиально отличается в плане звукообразования Если лампа, она берет аналоговый сигнал То есть вот такую вот волну Как-то ее при себя пропускает, окрашивает, окрашивает И отправляет на динамик То цифровой усилитель, как и Boss Как и его предшественник, Boss Katana Который, кстати, у нас тоже большой любимчик Вы наверняка не раз видели его в наших видео Мы его часто используем Потому что это такая вещь, которую просто взял, воткнул И ты просто получил хороший звук Это вот олицетворение принципа Plug and Play И если как раз сравнивать с Katana То Next Tone это такая Katana С более широкими возможностями по поиску своего звучания И переходя к главной особенности Конечно же, вся фишка в том, что в ней впервые была дотошно реализована Возможность стимуляции разных типов ламп И опять же, этого бояться не стоит Ламп, конечно, в мире много Но по большому счету в музыкальной индустрии используют всего 4 основных типа ламп И все эти 4 типа лампы Лампы, которые используются в оконечнике Все они воплощены в усилитель Boss Next Tone Вообще, сердцем любого усилителя является именно оконечник Потому что он дает именно ту характерную окраску тембральную Отдача, вот это вот ощущение характерное дает именно оконечник Ну, выходной каскад по-другому, если по-научному В предусилителе формируется степень перегруженности и так далее на входном каскаде А на выходном каскаде у нас уже как раз окраска, окраска, объем И помимо всего этого, помимо того, что у нас есть возможность эмулировать сами лампы У нас для особенных гиков, для людей, которые лучше, чем я Гораздо тоньше способны слышать маленькие нюансы Есть целый набор программного обеспечения, которое поставляется в комплекте Который позволяет с помощью ряда дополнительных настроек Эквализации перед усилителем, эквализации после предусилителя С помощью еще нескольких интересных функций авторских Нарисовать практически любой панузыкальный профиль, который только можно представить И вы знаете, если вы сядете с мануалом, с гитарой в руках и с этим усилителем перед компьютером Я думаю, вам гарантированно захочется в следующие несколько дней провести щелкая все эти разные настройки Потому что каждый из них оказывает такое влияние на звук, которое трудно даже описать словами Не будучи инженером, но ты чувствуешь, ты чувствуешь эту разницу И ты понимаешь, как это все работает И ты начинаешь, самое главное, сам понимать, чего ты хочешь услышать от усилителя Начинаешь понимать разницу между разными лампами Начинаешь понимать разницу, как она заводится на разных уровнях громкости И все это в маленьком компактном формате, легком формате В любой громкости, потому что, опять же, следует традиции Босс вставили к себе усилитель-аттенюатор, который позволяет выставить лишь маленькую толику от общей мощности Чтобы раскрутить усилок даже в квартире Для студии очень хорошая находка То есть, если домашняя студия, можно до 0,5 ватта понизить мощность и снимать микрофоном В принципе, полноценный звук Сам усилитель работает как звуковая карта Можно подключить по USB Это очень круто Я пробовал эмуляции звучания кабинетов Очень достойно и прилично звучит Но и для больших студий я пробовал его использовать Когда нужно массу вариантов звучания А студия не располагает парком усилителей Таких студий много в Москве И можно привезти с собой вот такого малыша И, в принципе, добиться всего чего угодно И самый цимус, самый кайф у нас в редакторе В новой версии доступно 7 новых видов буста Мне, в частности, нравится октавный буст Без него, а с ним жизнь становится значительной Такая вот штучка Роковое звучание Мне кажется, там какой-то фус есть Ну, не просто октава Подошли к самому интересному Это character shape Как раз благодаря этой опции Мы можем максимально, как модно говорить, кастомизировать Звук подогнать под свои потребности Задачи, под свой вкус То есть у нас есть частоты Вот, децибелы гейны для них Есть для этих частот Вот, например, низ берем То есть это работает не как эквалайзер Нет какого-то там явного, яркого изменения То есть это уже такая микроподстройка Звук Один из рекламных лозунгов Босс и вообще лозунгов Nextone Как раз то, что теперь вы будете сами себе гитарным техником Вы сможете сделать то, для чего обычно требуются специально обученные люди Которые там сидят, корпят в лабораториях Обслуживают эти усилители То есть мы можем это делать, крутить сами Ну и, наконец, блок эффектов Эффекты мне очень нравятся Здесь, ну, традиционно у Босс с эффектами проблем никаких не было Вот, я уже говорил С передней панели мы можем вызвать только дилей и реверберацию То есть у меня включен там дилей и реверберация Но тут очень прикольное тремоло, которое мне нравится Еще очень прикольная штука в редакторе То, что мы можем составлять свои плейлисты из пресетов Из своих И управлять, переключать их во время выступления при помощи контроллера Контроллера, к сожалению, здесь сейчас нет с собой Но это все прекрасно работает Причем не так, что одни и те же настройки на перегруженный канал На чистый канал нет То есть эффекты меняются То есть настройки все меняются По большому счету функционирует как еще гитарный процессор То есть тут все в одном В этом усилителе Но если подвести итог Мне лично усилитель зашел Очень интересно И с профессиональными задачами он хорошо справляется И дом нормальный И действительно характер звука меняется Когда мы переключаем Не мылит Действительно достойно звучит Однозначно будет куча противников К тебе будут говорить Да это все не то Там много пуристов возникнет сразу же Но покажет время Мне кажется, что прибор займет свое место среди профессионалов Ну и для начинающих Ну и для любителей тоже будет полезен Потому что благодаря нему любители могут понять Как действительно функционирует ламповый усилитель Что от чего зависит И в дальнейшем им будет проще определиться с более дорогостоящей покупкой И оставить его как верную рабочую лошадку Но опять же Сейчас вот Даже в том виде В котором есть сейчас Здесь собраны просто ну там Тысячи долларов Или десятки тысяч долларов Но только в одном флаконе все это собрано В одном усилителе Этот усилитель И целый ряд других усилителей Вы наверное видите их где-то за мной Все они располагаются у нас в гитарном клубе Куда же без них Потому что Хоть мы и гитарный клуб Но гитара без усилителя Сами понимаете Это не очень весело Поэтому точно так же как и с гитарами Каждую из которых можно послушать Каждую из них можно взять И подрубиться к любому из усилителей Чтобы найти ваше звучание Будь то boss next on Или что-либо другое Можете не бояться и совершенно смело пробовать их в любых режимах Прийти к нам в шоу-рум Пощупать, потрогать, попробовать, поэкспериментировать с настройками Или же конечно же вы можете просто взять и перейти по ссылке в описании на наш сайт И буквально два клика И этот усилитель отправляется в любую точку России Спасибо интернету и службам доставки Потому что сейчас это очень просто Это супер просто Это вот буквально два клика Но разумеется мы как всегда будем очень рады вас видеть вживую Так что забегайте в гости Берите любую из этих красавиц Или вот тех вот джинделек Которые находятся позади меня Втыкайтесь в усилок Пробуйте эти режимы Изучайте разницу между лампами EL84 и 6V6 и 6L6 Потому что это кстати очень интересно Это очень познавательно любому, кто увлекается гитарой Мы будем ждать вас всех в гости Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok